Дальше у нас, пожалуйста, вот такие шишки. Сейчас я вам их покажу поближе. Пластиковые шишки, ну большие. Шишки прям такие, российские такие, кедровые шишки, так хочется из них орешки достать. Хорошо, добротно сделано, претензий никаких нет. Это не облезло, если ничего нет? Нет, они все такие, смотри. Леток. Да, то есть специально покрытием, вот я все скребу, ничего не отваливается. Вот такая вот шишка. Дальше. Так, это мы посмотрели. Вот такие малютки есть, разноцветные. Тоже симпатичные. Пойдем посмотрим вот к этим, как они будут. Мне кажется, интересно, да? То есть если вы вешаете такой, и на маленькие веточки дополняете еще парочкой комплекта. То есть в принципе 700 рублей, и здесь почти 300. В 1000 можно уложиться, сделать такую вот елочку разноцветную. Так, здесь у нас микс всего, чего только можно. Вот такой набор здесь висит за 349 рублей. И получается вот такой. То есть вот на вот этой, ну пожалуйста, на этой длинной стойке набор всевозможных пластиковых игрушек. Мне кажется, вот в моем детстве были вот такие вот грибочки. Грибочки, шишечки, звездочки. Вот такие. Такие интересные, да? Так, это все. Мне, кстати, вот этот очень набор. А нравился? Давай на нем обратим внимание. Здесь у нас 4 гриба, 4 шишечки, 4 грибочка. Плохо видно. 18 каких-то подвесюлик показывает, что это. А, это, наверное, ниточек. 18 крючочков, 6 звездочек. 3 таких вот цилиндрика. В общем, много чего в этой коробочке. Набор очень интересный, необычно смотрится. Так, эти шары мы... Нет, эти шары мы сами еще не смотрели. Так, малышей этих мы смотрели. Это у нас за 699 рублей 32 предмета. Вот они. Видите, здесь серый матовый, серый глянец. Блестящий серый такой. И черно-серый еще вставлен. Необычные шары. Первый раз такую расцветку шара встречают. Вот они. Красивые. Даже и не смотрится, да, пластмассовый? Согласитесь? Так, ну вот такие вот подвесные штучки. Хвостики. В Вьетнаме, кстати, сделаны. Помните, мы в начале обзора с вами говорили, что давайте периодически смотреть упаковку, где, что произведено. Это тоже в Китай. Так, бусы мы смотрели. Бусы мы в этом году разочаровали, честно. Вот, кстати, как смотрится. Можно не делать, да, не ставить елку. Можно и сделать своими руками на стене. Здесь у нас необычные украшения. Такие вот белые бумажные звезды. Опять же, да, когда хочется что-то изменить и не хочется вкладывать лишние деньги, можно вот такую милоту повесить. Вот ленточки, которые мы с вами только что смотрели. Для новогодних игрушек, кто не приемлет на хвостиках. Так, а смотрите, помимо звезд, еще есть елочки. Их почему-то, ребята, не повесили, но вот есть еще и елки. Тоже стоит 79 рублей. Так, венки. Ну, давайте сразу так, сразу что-то так, потому что там неудобно быть. Вот такой вот венок на дверь. 999 рублей. 60 сантиметров диаметра этого венка. Здесь все, да, то есть здесь и еловая ветка, и наши любимые фейки искусственные. Сплетен из разных растений. Хорошо, добротно сделан. Можно его, кстати, использовать не только на Новый год. Так, дальше идем. Пойдем. Мне очень понравились вот эти короны, они железные. То есть, да, при соприкосновении не сдают звук. Вот я считаю, за такую игрушку 349 рублей ценник шикарный. Опять же, не только игрушка новогодняя, но и какие-то декоративные украшения. Кто покупал шляпу из ограниченной коллекции Мартовска Белла Укерлунд, вот там были подобные, да, то есть была корона как раз большая. Я думаю, это может быть отсюда откуда-то навеяно. Вот такие вот ключи. 299 рублей, тоже 3 штуки. Слушайте, прям регалии, да? Ключ от царства, корона. Ключики в такой плоскости упакованы, то есть места вообще не занимают. Правильно, меньше упаковки, меньше пластикового кинтого. Искусственный венок 45 сантиметров, смешанный, сосна, ель. Когда вы не хотите ставить елку, можно повесить вот такой венок. Здесь у нас, ты снял? Здесь у нас 2 вида хвои, покрупнее и поменьше, ну как мы вам показывали, да, на елке. Пойдемте дальше. Тоже железные. Слушайте, замечательный ценник, 199 рублей. Вообще, вот в этом году очень нравятся железные украшения. Они, ну, полифункциональные, что ли, можно еще куда-то использовать, да. Просто пластиковые, у меня дети всю коробку перемяли, уронили, потоптались и все. Нет, короче, игрушка, надо новую покупать. Может быть, поэтому не хочется чего-то железного, чтобы не убили. Дальше вот единичная игрушка. 7 сантиметров, шар прозрачный, ветер. Он пластиковый, но из такого плотного пластика. Сразу на веревочке, такие вот точечки, снежинки, назовите как хотите, горошки. Вот такой шарик. Так, этих белых товарищей мы уже снимали. Давайте опустимся вниз. Искусственный венок с колокольчиками. У-у-у, корова идет. Вот такие колокола. Такие вот листья. Слушайте, ну тоже, да, снимите колокольчик и красную ленту можно использовать как какой-то весенний венок. Интересно смотрится. Так, дальше. А, кстати, вот сними, пожалуйста, как ребята украсили. То есть здесь сочетание венков и некоторых игрушек. Как висят короны, ключики, шарики. Я пока дальше покажу. Паду, почему это называется. Как понимаете, должно подвесить это вот так. Внизу украшение. Опять молодцы, универсальная вещь. На любое время года можно сделать, да? Нет, все-таки, да, такое холодное основание, железное. Листочки. Снежинки мы вам уже показывали. Дальше вот такие украшения. Шарики. Пластмассовые. Рельеф, блестки. Ну, все по делу, как должно быть в новогодних украшениях. Ой, дальше смотрите, какой огромный набор. Я не знаю, какого размера надо елку. Но, думаю, все-таки это, наверное, не на елку. Куда-то там. Либо очень большущая елка, либо на стенные украшения. Никак, не на маленькую. Давайте их вот здесь вам покажу. Ну, они тоже пластиковые. Очень большие. И стоят они 900 рублей. Так, вот такая вот зесточка. 399 рублей. Такие вот цветочки. Железные звездочки. Вполне интересные, я считаю. Так, дальше. Дальше у нас идут вот такие гирлянды. Такая трехметровая, большая. Разного вида хвоя. Здесь получается сосна, елка. 599 рублей. И еще ей за 349 рублей. И такая вот маленькая гирляндочка. Полтора метра. Что-то водоросли. Распарагус. У меня бабушка раньше такой выращивала. Букет мне на 1 сентября, потом его впихивали. Ну, не знаю. Так, пойдемте дальше. Хочу показать вам элготип 2-годной коллекции. И знаменитых уже на всю группу Кей России ВКонтакте мух. Мухи, улитка. Я вам давайте сейчас покажу цены. А самих их покажем мы на елке. Они есть там, по-моему, прикрученные. Я видела, что... Ну, посмотрите вам толку, через упаковку смотреть. Давайте по порядку по стенду пройдемся, а потом дойдем. Значит, бумага упаковочная для подарков. 24 листа, общей площадью 7 квадратных метров. Я видела ее на сайте. Я думаю, она где-то будет. Эта бумага, да, дальше будет. Мы ее покажем тоже. Неудобно просто в общем листе. Так, это у нас что? Подсвечник карусели. Тоже он у нас будет. Вот такие вот розочки. 299 рублей. Их тоже покажем. Потому что через коробки вообще ничего не видно. Кстати, обратите внимание, как в этом году упакована серия Строула. Ее прям вот хочется взять в руки, уже положить под елку. Видите, ее даже упаковать не надо. Уже все сделано для вас. Так, теперь пойдем сюда. Будем показывать всю красоту. Так. Значит, вот такой подсвечник карусели. Преклоните колено передо мной. Дай попробую покрутить. Что у него крутится? Так, мы тяжеловес у птички отжали. Сейчас мы так вот... Опа! Вот эта часть крутится. Ты снимаешь? Вот эта часть крутится. Здесь все стоит. Ну, я не знаю, куда ее на улице оставлять, чтобы я там снимала. Ну, да, ну... Ну, не знаю, как-то вот жибловато, что ли. Не закрутили до конца. Не до конца закрутили? Может быть, мне кажется, должно стоять прям намертво. Так, значит, это вот подсвечник, да? Ну, просто, скажу так, оригинально. Да, подожди. Тут эффект может быть в том, что теплый воздух будет от свечей поднимать и их раскручивать, да? Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего, как раз четыре свечи как раз должно быть. Не так просто они как раз по определенным точкам. Так, дальше вот, смотрите, муравья приделали. 399 рублей. Вот такой муравей. Так, дальше, смотрите, параллельно, да, бумагу покажем, вот, которую за 599 рублей. Листы такая вот синяя, красная, вот такие серо-белые розы. Слушайте, ну, необычная, да? То есть, опять же, можно использовать не только для новогодней упаковки подарков. Так, а теперь давайте розы посмотрим. Мы их просили показать. Розы на прищепках. Они из бумаги. Я почему-то сначала думала, что они будут из фоамирана, но нет. Вот такая вот розочка. То есть, кому не нужна елка в игрушках, пожалуйста. Я пишу новую пищу. Да, она своеобразная, я бы сказала. Ее, ну, именно как для декора дома можно даже, кстати, да, для романтика. То есть, такое ощущение, что решили двух зайцев убить, сразу коллекцию выпустить такую разноплановую. Возвращаем розу на место. Так, я вот почему-то не вижу. Пойдем, тебе удобнее быть большой камерой. Вот таких вот три цветка. 299 рублей стоят. Видите, они разным диаметром. Два поменьше, один побольше. Сейчас найду в упаковке. Вот они. Тоже они все на прищепках. Вот такая баночка. Тоже все это бумажное. Возвращаем. Китай. Ну, пока мы только в Льетнам, кстати, нашем. Китай. У нас просто тоже спор идет. Из чего же будут? А, вот они. Давай покажем в упаковке, а потом покажем там. Значит, это тоже серия строла. Вот такие вот милые бельчата. Подвесное украшение. Сейчас мы его покажем вам живую. Подвесная батарейка будет светиться. Да? Да, подвесной светильник. Три батарейки, два А. А вот, смотри, еще такое есть. Тоже три батарейки. 1499, наверное, оба. Так, подожди. А вот это что тогда? А, вот, он выстил. А, да, вот как раз и зеленое. Смотрите. А теперь пойдемте смотреть. Вот эти бельчата. Похоже, батарейки либо... А, да, вот она прям медленно-медленно так моргает. Слушайте, ну это не бумага, это какой-то такой плотный пластик. Вот птички. Скажи, пожалуйста, птичек. Мы сразу извиняемся за шум в кадре. Все смотрят новогоднюю коллекцию. Всем интересно. Поэтому... Такими нюансами. И вот зеленый венок, да, он тоже опять такой вот... Не знаю, его можно вообще повесить и не снимать. Он будет висеть в круглый год и будет смотреться красиво. Так, теперь давайте чехлы на подушке посмотрим. Чехлы все... Нет, это подушка с чехлом. Уже рада, да? Каждая по тысяче. Вот на сайте прям такой настоящий 3D-эффект. Это бархат, как у серии Санеллы. Темно-зеленый. Вот такие вот бордово-красные. И, кстати, в этой же серии бумага. Вот то, что мы вам показывали. И вот такой вот серо-белый. Это уже пакластная ткань. Так, пойдемте дальше. Мы нашли еще одну елку. Ребята, она даже с шишками. Смотрите, какая классная шишка силиконовая такая. Шишка... Нет, не одна. На каждой веточке практически. Стоит эта красота 5000 рублей. Я думаю, она того стоит, да? Согласись, хорошо сделана елка. Такие вот иголочки. Прям вот уже полноценные. Литые иголки, да? То есть не из мишуры, а именно литые. Таких елок хватает надолго. Так, пойдемте дальше. Можно я сразу с шара. Его очень просили показать. 399 рублей. Показывать буду на большую камеру. Просили показать, как летят... То есть такой снежный вихрь, да? Я опускаю и поднимаю. Смотрите, за счет того, что здесь снежинки разного размера и разного материала, они с разной скоростью падают. Поэтому падают очень-очень долго. Честно, не удержались. Мы такой уже купили и повезем сегодня домой. Такие грибочки. Такой ленивый. То ли еж, то ли мышь, сидящий под грибом. Очень милые штучки. Хочется такого вот для создания праздника уюта. Скоро еще. Все еще крутится, крутится. Так, теперь смотрите. 500 рублей вот такой фламинго. Мы себе тоже такой взяли. Зачем, не поняли пока. Наверное, нужно. Красивый. Даже, кстати, не фламинго. Кто знает, что здесь... Стеклянный клюш с украшением птицы. Ребята, напишите в комментариях, что за живность спряталась. Я что-то понять не могу. Я не узнаю, кто такой. Со всеми подробностями анатомическими птичка снята. Ну, тоже интересная штучка. Вот, кстати, опять друзья елки. Мы их уже снимали. Декоративный шар. Комплект из трех штук. Смотри. Смотрите, что нашли. Вот такая коробочка. Три штучки. 199 рублей всего. Но мало того, что это просто шары. Они металлические. Кебе, они открываются. То есть можно напрятать сюрпризиков. Родным, близким что-то сделать. Да, типа такого маленького квеста. Они легко... Ну... И не легко, но и не слабо. То есть нормально такое открытие. Мне вот просто не понравилось. Можно использовать не только, опять же, на Новый год. Холодненькие такие. Шелезненькие. Ну, такие вот. И баночкой, и игрушкой. Пять в одном. Так, дальше. Уже приехали дедули. Дедули не первый год к нам приезжают. Дедули керамические. Покрашенные. 599 рублей. Вот так они полые. А для чего, кстати, вот их полыми делают? Отливать? Облегчить саму конструкцию? Возможно. Так, дальше Санта-Клауса. Уже форма была. Они отливки ведут. Ммм. Вот это. Вечер туплю. Вот такой Санта-Клаус мальчик. 499 рублей. Серый. И, ну, как считается, девочка. Ну, да, я думаю, все-таки девочка, потому что косички. Такая вот девочка. Девочка, у нее косички, бантики. Вот такой большой. 1499. Бархат классный. Прям такого вот хорошего качества. Тинь. Так. Что у нас дальше здесь? Ну, этих товарищей вы уже видели в нашем последнем обзоре. Рождественский чулок. Слушайте, хороший чулок. Вот это мне надо будет купить себе обязательно. Фетр такой тоненький. Приличного качества. Смотри, давай вот на руку одену, вот так понять не будет, да? То есть вот в ноге у меня пальцы до локтя. Большой чулок. Можно много напихать. И не разваливается. В отличие от того, что я, допустим, там прошло, позапрошлый год покупала в других магазинах, где там цены одинаковые. Называть название не буду. Быстро развалились чулки. А здесь, там, я думаю, можно подвесить. Пойдемте дальше. Вот, кстати, волк и бабушка. Ну что, здесь у нас уже царство ароматов. Часть мы, конечно, вам уже показывали, рассказывали, нюхали. Ну, давайте по тем, которые вы еще не видели, мы покажем. Значит, ваза-подсвечник для греющей свечи. 599 рублей. Ребята, стеклянная, тяжелая. Сейчас выставочник возьму. Железный подсвечник. Куда ставится вот эта вот капелька? Таблетка. Таблетка, да. Повторюсь, уже поздно. В 8 вечера мы уже тупим, спим. Но снимаем. Ручная выдавка. Этикетка хендмейт. Поэтому аккуратно возвращаем на место. То есть, допустим, смотрите. Тена бутылки все разного размера. Да, кстати. Спасибо за подсказку. Даже, видите, вот они по высоте отличаются. То есть, их не будет одинаковых. Не просите привозить вам одинаковые. Этого не будет никогда. Не будет чуть отличаться. Не нужен подсвечник. Убираем, получается, ваза. Опять же, два в одном. Спасибо, кстати, за универсальную коллекцию. В очередной раз уже говорю. Не знаю, в какой даже. Две свечки яблока-корица. Прям вот чистый яблочный пирог. В носу пахнет только им. Описание. Красное яблоко мы с вами смотрели, нюхали. Так, черную свечку мы тоже смотрели. Не ароматический винтер. Два вида по 129 рублей. Вот такие маленькие таблеточки. Золото-красное. Ну, чисто такой декор, да? Так, эту мы тоже видели. Банки мы с вами смотрели. Не обижайтесь, кто скажет, а почему пропустили. Ребята, у нас есть обзор первого поступления Нового года. Поэтому, пожалуйста, зайдите, не поленитесь, посмотрите. Прям подробные детали. Простите, баночки, склянчики все рассказываем. Так, дальше у нас винтер 2018. Красные свечи. Они в подсвечниках стоят. Вот в таком красном подсвечнике. Вот, кстати, как малышу смотрится. И давайте подробно смотреть. Значит, свечки у нас 25 сантиметров. 8 штук. Длинные, без запаха. Здесь сделаны. А вот эти свечи уже сделаны в Швеции. Вот вам подтверждение. То есть не все Китай. Давайте банки посмотрим. А банки в Китае. Пока Китай победил. Вот такой вот белый подсвечник показываю. Коробки железные. Тоже видите, стилистика такой вот. Под корону. Тоже Китай. Комплект из трех. Три вот таких подсвечничка. Ну, прямо в настоящий день влюбленных, да? Как будто такая вот Валентинка. Их, да, можно так сказать. Детей сдаем бабушкам. Вот такой подсвечник. 499 рублей. Ребят, тяжелый. Прям вот, ну, чувствуется, да, в руке. Тоже Китай. Так, дальше. Дальше у нас золото. Очень красивый. Вот эти подсвечники мы уже привозили. Клиенту очень довольны. Понравилось. Тоже сделано в Китае. Они железные, но облегченные. То есть такой вот вес мало имеет. Поменьше стоит 499 рублей. А побольше 599. Вот как это выглядит с золотой свечкой. Кстати, смотрите, хороший вариант, ребята, поставили. Вот это вот золотое покрытие, оно как краска нанесено. То есть оно очень легко обдирается. Поэтому с ними аккуратно. То есть это не целиком золотая свеча, просто обычная белая свеча покрыта вот таким. Вот они разные. 249 рублей большие свечи, поменьше 199. 149 совсем маленькие. То есть на любой вкус цвет, да? Так, дальше у нас здесь подсвечник 4 см, 149 рублей. Не вижу его выставочники. А нет, сейчас мы покажем его вот такой вот. Так, ну эти тарелки, все это мы вам показывали. Не будем на этом останавливаться. Это мы смотрели. Так. Теперь переставим. И здесь поподробнее. Подсвечник за 149 рублей. Ребята, ну за одну я считаю дорого. Кто как считает, в комментариях напишите. Вот комплект из трех за 149 был прям шикарный, но не за каждой. Эти свечи мы вам уже показывали. Теперь смотрите, что появилось. Опять ежата. Три штуки, 249 рублей. Смотрите, какая милота. Вот снежная. Нет, да, прям вот как будто из снега слепленная, где фитилек. А, фитильки, наверное, специально достают. Ребята говорили, в целях безопасности фитильки срезают, чтобы ни у кого не хватило ума поджечь. Вот здесь вот фитилек. Но я бы тоже достала и поставила просто как ежонка. Вот такие в тарелочке. Вот такие шишечки. Тоже свечки. Сейчас давайте их найдем в упаковках, цены посмотрим. Так, три ежика стоят... Елочки и шишечки стоят 199 рублей. Слушайте, ну это адекватный ценник, прям хороший. Я еще нашла такой светильник интересный. Напоминает старую бабушке керосинку, да? Стеклянная колба. Здесь просто отверстие, здесь ничего нет. Да, слушайте, вот правда под керосинку сделано. Ну, мы тоже. Смотри. Ну, и не керосинке, конечно, да? То есть под такой вот... Здесь дырочки. Красиво смотрится. Ну, стоит... 1899 рублей. Смотрите, напишите, кто как думает в комментариях. Много ли товаров доживут до распродажи? Мне кажется, почему-то что мало. Так, дальше мы приближаемся плавно к упаковке. Покажи, пожалуйста, там целиком стенд из пакетика. Как это выглядит. Представьте, какое счастье. Он, правда, ни один ребенок не выдержит. Если ему вот так с 1 по 25 по 31 развести, сказать, каждый день залази в один пакетик. Мне кажется, в первый же день все пакетики улетят и будет съедено. Пойдемте смотреть коробку. Сейчас я вам буду, ну, все, что открыто, трогать, говорить. Потому что толку показывать вам в упаковке, вы на сайте посмотрите. Значит, рождественский календарь. 25 предметов. Уже не первый год он. Очень аккуратно, да, кстати, спасибо. Вот такие вот товарищи. То есть в каждую коробочку вы кладете какой-то сюрпризик. И домашний, либо детеныш все это достает. Дальше подарочные пакетики. 25 штук. Мы вам их уже показывали сейчас на большом стенде. Они тоже с номерочками. Вот эти пакетики. 25 пакетиков. Не хотите календарик, можно пакетики. Здесь такая вот не глянцевая, но хорошая плотная бумага. Коробка подарочная. 99 рублей. И три штучки. Уже блестящая бумага, хорошего качества. Вот такие вот сундучки. Три цвета. Кстати, мне только сейчас осенило. Знаете, что напоминает? Шахматы. Алиса, как будто сказка Льюиса Керрола. Да? Ежики, сердечки. Еще кота только чеширского не хватает. Грибочки, кстати, да, такого разного размера. Видите, вот шахматы. Так, значит, это у нас такой вот как картон гладкий. Это матовый. Ну, смотрите, 69 рублей за 4 штуки. И думать, что я выискиваю что-то такое прям все бюджетное. Просто вот, ну, соотношение, да, цены и сколько платить за такое количество. Все-таки это разовое. Не пригодится оно больше никуда, либо порвется. Вот таких вот 4 штуки за 69 рублей. Слушай, ну, что сюда можно положить? Большую конфетку или колечко золотое. Так, коробки 2 штуки, 169 рублей. Такая вот коробка. Здесь такое вот... Вот это вот нанесение, вот эта полоска прям как бы прорезиненная. Хорошо так сделано, не стирается ничего. И есть в другом цвете наоборот. Вот на красной коробочке вот эта вот полоса клетчатая. Едем дальше. Мешушки для конфет. Они были в прошлом году. 12 штук. Ой, простите меня, пожалуйста. Все, кто собирал, склеивают. Ну, мы чуть-чуть попортили. Сейчас поставим, ребятам скажем, что попортили, чтобы исправили. Хорошая просто плотная бумага, запаковать подарки. Сюда, кстати, вмещается в прошлом году сравнивали большая аленка 100-граммовая конфетки. То есть, ну, грамм 300 сюда спокойно уместится. То же самое в этом году есть в другом цвете. А это уже больше похоже на тонкую крафт-бумагу. Золото и красное с елочками. Ну, то есть такой детский вариант, более взрослый, да. Дальше у нас рулончики с этикетками 67 и 33. Пойдем их искать. Вот они. То есть, получается, вот такими ежиками и вот такие вот пошире, да. Вот сейчас я подвину. Вот все этикетчики. 50 таких рядок и 50 таких. 69 рублей. Так, дальше. Комплект вот таких, из таких двух коробок ищу, чтобы посмотреть цену. А, вот они. 99 рублей. Две вот таких коробочки. Хороший плотненький картончик. Дальше у нас идут. Вот такие вот упаковки. Две штуки. Серые и... Чисто серые и серые в клеточку в ромбе. Для бутылок. 199 рублей. Еще одна. Жутковатая тебе кажется? Несмотря, наверное, что упаковывать. Так. Винтер. Шелковая бумага. Вот где она сама? Что в ней? Шелковая бумага. Шелковая бумага. Слушайте, нету шелковой бумаги. Просто она лежит. Но, может быть, еще наткнемся. 129 рублей. 4,2 метра квадратных. То есть много здесь. Все-таки 1, 2, 3, 4 цвета. Достаточно, чтобы запаковать. Дальше. Вот такие вот пакеты. С более гладкой бумаги. Комплект сини-серых. То есть с ежками. С грибочками. И вот такой более взрослый. То, что 29 рублей. Это просто, чтобы в виде примера упаковали. Дальше бантики. Нет, здесь не только бантики. Дай покажем. Значит, смотрите. Здесь рулончики с лентой. И банты уже готовые. Да, уже скрученные. Все, ничего вам делать не надо. Все о вас позаботились. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И остальное. Получается 16 штук вот таких разных бантиков. Так. Это уже пошли большие пакеты. Вот такой за 161. 9 рублей. В два вида. Вот такой комплект пакетов. Давайте посмотрим, где сделал. Опять Китай. Возвращаем в исходную позицию. Так. Вот такие сумочки. Здесь уже глянцевая бумага, более гладкая. То есть предыдущие были более плотные. Смотрите. Ну, сразу хочу отметить. Вот то, что цветное. То есть там клетка, грибочки, какие-то там узорчики. Более такая гладкая бумага. Все, что более матовое, это похоже на тонкую кравбумагу. Сейчас вернемся на место. А, это вот коробочки, которые мы с вами смотрели. Вот так они упакованы. Нужно будет сложить. И есть вот такой подарочный пакет. Это 39 рублей. Шикарно. Если какой-то побольше сложить. О, Венгрия. Пакет за 39 рублей приехал к нам аж из Венгрии. И дальше продолжаем по упаковке. Только это уже бумага в рулонах всевозможная. Давайте так сделаем. Чтобы вам не показывать, как это упаковано по соотношению, как это выглядит на выставочнике, мы вам покажем выставочники. То есть вся бумага упакована в рулоны. Какая-то по три, какая-то по одному. В зависимости от того, какая это бумага. Моя задача, то есть это вы и на сайте увидите. Моя задача показать вам плотность бумаги. И если получится, то производители. Вот здесь три листочка. Мы смотрели пакетики такие же. Тоненько. Напоминает такую тонкую, не атласную, а не такую гладкую бумагу. 309 рублей, три штуки, три рулона по три метра. И параллельно давайте вот эти подарочные наборы снимать. Здесь этикеточка и рулончик. Соединенное королевство. Изготовитель. Нет. Швеция. Да. Какие штучки к нам идут из Швеции? Давайте красные смотреть. То же самое. Соединенное королевство Швеции. 149 рублей. Я не разного видна. А вот такой наборчик из Италии. Так, теперь давайте дальше. Значит, по качеству бумага вот эта одинаковая, гладенькая. Я не сказала бы, что толстая, но и не скажу, что тонкая. Мы в подобную бумагу упаковывали подарки для клиентов. Не особо. Хрупковатая. Хрупковатая, да, бумага. Смотрится хорошо, но вот именно, чтобы ее вот натянуть хорошо, она рвется. Лучше такую попутнее бумагу выбирать, если много упаковывать. Так, тесьма. Слушайте, нет, скрытая. Но я думаю, мы найдем. Останавливаться не будем. Все равно все это висит. Так, вот это уже более плотная бумага. Тоже на 399 рублей, 3 метра. То есть, ну, фактически 9 метров, да, вы покупаете 3 по 3. Мы такие с вами смотрели пакеты. Она поплотнее чуть-чуть. Меньше, как будто это, менее блестяще, да, меньше вот этой плащенности. Но я думаю, не думаю, а уверена, что она более плотная. Кто-то забыл саморезов. Так, дальше такая же гладкая, как предыдущая. Все то же самое, ребята. Это также. Вот, кстати, как выглядят этикеточки. То, что мы смотрели, да, вот в ленточках. То есть, вот эти сами ленточки с рулонов. А вот этикеточки с этих же рулонов. Еще есть такая синяя, смотрите, строгие, да, так, если подарки делать, более мужские. Окей, вот, покажи, пожалуйста, мы смотрели бантики, рулончики. 24 прилетки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 12. То есть, повторяется, да, 8 и вот бантики. Потом, смотрите, есть вот такие наклейки. Да, наклейка из 10 штук. Здесь не 10 наклейок, здесь 10 листочков. На каждом листочке вот такие вот наклейки. То есть, их можно купить не только для украшения, просто ребятишкам клеить. Не будем уж портить выставочник, но мы подобные наклейки покупали из Ланг Мой, по-моему, серии. А, вот, пойдем покажем, как упаковано подарками. Иди сюда, пожалуйста, поближе. Вот, смотрите, вот даже видно, да, то есть, вот, натягивается, когда вот эти углы более хрупкие. Вот у этой бумаги они попрочнее. Но это, по крайней мере, у нас так получается. Но я думаю, вот у ребят-дизайнеров, видите, получилось то же самое. То есть, этот уголок заминается и рвется, а эти более плотные, уже ничего не рвется. Вот какие могут быть примеры упаковки вашей красоты на Новый год. Базука. Бумага с мухоморами 349 рублей, 4 метра. Такая желощенная, то есть, ну, более хрупкая получается. Кстати, да, мы упаковывали в такую большую, только с снеговиками зелеными, именно один в один. Дальше, здесь уже бумаги, которые идут единичные, да, вот, то есть, упакованы по одной штуке. Это 149 рублей, вот они, это более гладкая, матовая. Кстати, вот эта бумага хорошо будет упаковываться, давайте покажем. Вот, смотрите, на сложенном углу, да, нет вот этой вот рванинки особой. Вот эта вот хорошая бумагочка достойная. Все-таки, получается, бумага, которая подороже, она более плотная и более... Конечно, бумага, нельзя сказать, что она эластичная, да, про нее, но лучше, получается, заминается, лучше крепится. То же самое в золоте. Это уже единичная бумага, 99 рублей. Такую мы повезем сегодня на заказ в Саранск. Посмотрим, что у клиентов получится, они нам потом расскажут. Ну, вот, опять же, да, вот про что я говорю, вот эти углы, то есть, это быстро развется. Но, с другой стороны, мы один раз запаковываем подарок, мы не будем его перепаковывать, поэтому все это замечательно, я думаю, выдержит. Всевозможная тесьма. Я почему-то рассчитывала, что она будет вот, ну, отдельно представлена, но, к сожалению, ее нет. Вот такие тесемочки, они атласные, как ленточки, которые в магазине ткани продают для рукоделия, то есть, использовать можно для разных целей, 9 метров, то есть, 3 шпульки по 3 метра. Дальше это у нас всевозможный скотч, но здесь пока только такой представлен. С елочками, то есть, скотч хорошо, кстати, тянется, хорошо клеится. Вы это уже сами убедились. Вот это лента, ребят, 150 метров, я купила 2 года назад, мне еще года на 3 точно ее хватит. Она и не бумажная, и не пластиковая, она хорошо тянется, хорошо завязывается. Сейчас посмотрим, есть она вот здесь или нет. Да, вот она. То есть, ее прямо вот порвать сложно, при этом она, видите, в хорошей бантике. Вот тесма тканевая, вот вариант тканевой тесмы, тоже такой, слушайте, хороший, вот видите, ничего не подпаливали, да, просто подрезали, ничего не махрится. Вот это варианты, когда жгутиками идут, то есть, бумага такая вот разнослойная, не знаю, как она фиксирует, но имеет место быть. Да, это тоже тесма, но, в принципе, это уже повторяется. И вот такие вот жгутиками шнурки, это все бумага, вот это бумага, просто вот так спрессованная. Ребят, посуда, я думаю, мы посуду вам уже показали, обзор вы видели, мы просто пройдем мимо, помашем ей ручкой и пойдем дальше. Не будем тратить ваше время и не будем мучить нашего оператора. А, кстати, здесь заодно давай покажем вкусняшки. 125 грамм, 99 рублей. Давайте уж сразу, если мы вот, как бы нам попался, да, пищевой продукт, я вам прочитаю состав. Значит, 10 штук. Мука пшеничной хлебопекарной, вершевого сорта, сахар, маргарин, маргарин, растительные масла, пальмы, верши, пальмоядровая, рапсовая, кокосовая вода, соль, эмульгатор, натуральный ароматизатор, сливочное масло, регулятор кислотности, лимонная кислота Е330, инвертный сахарный сироп, то есть, который варится, вода, разрыхлитель, специи, молотый корица, имбирь, гвоздика, натуральное лимонное масло. Ну, что могу сказать? Кто за диетой следит, не стоит. 125 грамм. По коваражу 461 килокалорий. Так, белки, жиры. А, вот, нашла. Значит, жиров 17, углеводов 72, белка 53. Ну, много, короче. Ну, вкусняха, которую можно съесть, а потом, наверное, отрабатывать. Так, мы дошли. Это серия строла. Честно, мы когда приехали сегодня с утра, я вообще в восторге была, и столько начинали раскладывать. То есть, вот, именно сами коробки, сама упаковка. Ребята, ее очень приятно в этом году брать в руки. Надо такой стипной, лаконичной. Ну, все, самодостаточно больше ни убавить, ни прибавить. Значит, упаковку показала, высказалась. Теперь пойдемте смотреть. Вот такие сердца. Красная, бумажная. Кстати, бумага плотная. Я думала, она будет более рыхлая. Нет, она поплотнее, чем у светильника. Никак дыра? Нет, никак дыра поплотнее, все-таки дыра более рыхлая. Это как будто вот она, ну, она не промасленная, а вот более эластичная. Значит, 50 сантиметров сердца, 1300. Красная, 799. Вот, то есть, они на шнурах. Давай покажем, уж большое не будем теребить, а вот маленькое заглянем вовнутрь, да? Лампочка, шнур. То есть, если вы не хотите потом пользоваться как светильник, наберите его лампочку, будет счастье. Красная, точно такая же белая. Красная звезда, такая же. Пойдем поближе, вот прям видно бумагу, вот как мну, и ей вроде бы ничего не делали. Эластичная бумага, то есть, не порвется сходом. Но, опять же, если котики есть дома, то, думаю, долго не выживет. Вот такой куб. Так, малыши. В прошлом году они очень быстро пропали из продажи. Не горят. Лампочки, значит, не вставили в них. Они пластмассовые. 399 рублей стоит 3. А вот, кстати, большой, как светится, да? То есть, в гранях отражается вот этот цвет. Большой у нас стоит 599 рублей. Ребята, они, в принципе, все одинаковые. Давайте на примере маленьких покажу. То есть, такой хороший пластик. Он вроде бы острый, но его приятно брать в руки. То есть, он не ранит, не царапает. Нормальный грань. Они хорошо, качественно сделаны. Дальше средняя такая вот кристальная елочка. И посмотрите, что в этом году появилось. Пойдем покажем. Декоративная подсветка. 499 рублей. В том году похожее было. Только это был город. Да, но он большой был. А эта маленькая. Она стоит 500 рублей. Она более доступная получается. И она более компактная. Город нужно было куда-то ставить. Это можно поставить, в принципе, куда угодно. А для города нужно было место. Вот тут лампочки. Одна, вторая. Включили, выключили. Надоело, можно украсить. Дальше вот такие подсвечники строла уже со свечами. Светодиодные. Свечи выкручиваются при необходимости. Черные и белые. 200 стоит каждый подсвечник. Вот они упакованы. Песочные часы не новогодние. Песочные часы, да, не новогодняя тематика. Они периодически считали появляться в распродажах. Так, идемте дальше. О, ребят, я такой даже еще и не видела. Декоративный подсвечник. Фонарик. 300 рублей. Интересно, да? Прямо такая вот интересная вещичка. Пластик. Так что не разобьется. Можно ребятишкам, да, такого купить, поиграть. Ну и просто вот для интерьера красиво. Шишка. 349 рублей. Вот они в упаковках. Кстати, по секрету нам сказали, вот все, что представлено, больше довозов не будет. Поэтому смотрите, шишек вот. Быстро все это разойдется. Вот такая шишка. Это мы уже смотрели. Видите, как со светодиодной свечкой смотрится? Не обязательно вставлять горячую свечу. Дальше за 649 рублей такая декоративная подсветка. То есть такой куб. Капельки такие. Но вы уже не можете достать эту гирлянду. Она туда помонтирована. Так, здесь всевозможные свечи. Вот эти свечи сейчас в акции. 299 рублей. Большие толстые свечки. Фетиш всех. Все гонялись в прошлом году. Кто-то даже делали сами. Звезды Строула. Смотрите, сколько их в этом году. 299 рублей на любой вкус и цвет. Белые, белые с перфорацией, белые с золотом. Вот такой комплект выходит. Сейчас не соврать. 300 рублей звезда, 400 постамент. Это 700. И 139 рублей лампочка. 840 рублей выходит в комплект. Вот такой. И будет счастье, если вы хотите такую звезду. Большие спрятаны по 399 рублей. Не приехали еще подвесы. Поэтому их просто повесили. Вот такая вот белая. Ну, про Строула можно говорить бесконечно, да? Хороший картон. Вот вы что хотите, делайте сами, но не сделайте вот такое. Если сделали сами, покажите нам фотографии в комментариях. Смотрите, как оно упаковано. То есть, каждая стрелка вот так упакована. Пойдем покажем вот такой шар. Шаров 2 в этот раз. Большой, малый. 999 рублей. Большой даже еще ценник не повесили. Ну, вот он одевается. Кстати, вот здесь. Сможешь показать поближе? Все, я уже без своей камеры. У меня устали руки. Вот, видите, соединяется. Ребят, даже тут клепочки-то не сделаны. Бумага такая. Плотная бумага. Видите, не рвутся швы. Как будто вот, ну, пластик, да? То есть, такое вот ощущение, что это тонкий пластик. Слушайте, ну, мы вот таким вот птичьим сапом практически закончили. Пойдем показывать последний стеллаж. Здесь у нас тоже красота. Все светится. Вот такая вот гирлянда. Давай покажем. Вот эти их очень просили посмотреть. Они разные. Комплекты с двух штук. Чуть я больших не вижу. А, вот, малая 999 рублей. В общем, вот эта вот маленькая 999, большая 1499. Я думаю, ребята торопились, поэтому ошиблись. Так, что у нас в намотке? И не изоленты, и не скотч. Ну, что-то среднее между ними. Светодиоды, ничего, соответственно, не греется. Все безопасно. Изолент. Изолента какая? Типа. Слушайте, ну, если, в принципе, взять круг, светодиоды, ну, полторы тысячи. Ну, красиво. Так, всевозможные гирлянды. Вот как они горят. Давайте посмотрим. Вы можете, в принципе, все это также можно, да, на сайте. Просто, чтобы передать их. Это пластик. Ну, понятно. Да, то есть все сливается. Поэтому вот нужно... Ну, просто можем общую картинку показать. Давайте покажу, как упакованы гирлянды в этом году. Смотрите. Вот такие вот шарики. То есть гирлянды и вот на нее одеваются. Вот в таких коробочках. Слушайте, можно спокойно купить гирлянду, а этой банкой пользоваться по другому назначению, да, куда-то использовать. Вот в таких баночках у нас звезды. Да, кстати, все вот эти штуки раньше продавались в пластике. А сейчас видите, как упаковано хорошо? Мини-звезда. Я ее не вижу. Видишь, мини-звезда? А, вот, смотрите. Вот мини-звезды. Ребят, никаких розеток. Никого не карать мёдь. Надо включили, надо выключили. Ни о чем не надо беспокоиться. Потом, смотрите, вот такая вот за 999. Тоже, кстати, шикарная. Никаких трансформаторов, ничего нет. Ну, такой тусклый свет, да, но, в принципе, достаточно. Это гирлянда. И вот такая вот. Это тоже 999 рублей. Видите, здесь сколько таких капелек? Очень много. Так, еще у нас остался заяц. Заяц с ушами. 999 рублей. У меня прям вот фетиш какой-то по упаковке. Упаковка шикарная сейчас. Большие бумажные звезды. 1300 стоят. Вот они рядом с этим белые. Кстати, видите сами, да? Не так много. Вот таких вот два шара мы сегодня видели уже у нас унесли. Это гирлянда. Это вовнутрь, по-моему, гирлянда встала. Да, да, да. Смотри, вон эта гирлянда. Намотана сюда, да. То есть это два отдельных товара. Отдельно вот этот зеленый шар и отдельно гирлянда в нем. Ну что, друзья мои, мы вам показали полный новогодний обзор. Возможно, он был субборный. Мы обсуждали его. Не только просто вам шли и показывали, да, камерой. Разговаривали, высказывали свое мнение. Я думаю, он получился интересным. Возможно, долгим. Ну, ставьте на ускорение. YouTube. Это возможно. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok